В Самаре прошел второй этап городского конкурса муниципальных образовательных учреждений «Детский сад года-2023». В нем приняли участие сотрудники дошкольных учреждений города, внедряющие инновационные программы образования. Свои знания и навыки они могли продемонстрировать в трех номинациях. Система наставничества в дошкольных образовательных организациях, формирование любви к родному языку у дошкольников как культурному наследию России, ознакомление детей дошкольного возраста с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа. Победители примут участие в региональном этапе конкурса. В областной столице для председателей многоквартирных домов, товариществ, собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов Ленинского района провели обучающий семинар «Мой дом». Задача проекта – повысить юридическую грамотность собственников квартир. В семинарах участвуют представители ГЖИ, администрации района, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Они отвечают на вопросы самарцев, активистов дома управления. Подробности смотрите в программе «События» на телеканале «Самара Кис». В Самаре сегодня утром водитель насмерть сбил женщину-пешехода. Управляя автомобилем «Шкода», он двигался по улице Советской армии со стороны Мариса Тереза в направлении улицы Гагарина. В районе дома номер 23 он наехал на женщину 1938 года рождения, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи. Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. С июля этого года в Самарской области реализуется проект для молодоженов, разработанный по поручению главы региона Дмитрия Азарова. Молодым семьям на церемониях бракосочетания в органах ЗАГС вручают сертификат на бесплатную диагностику репродуктивного здоровья. По нему супруги в возрасте от 18 до 45 лет могут получить консультации врачей и пройти медицинское обследование по показаниям в своей поликлинике. Воспользоваться сертификатом можно в течение шести месяцев. В Самарской области за время действия программы по переселению граждан из аварийного жилья новые квартиры получили около 13 тысяч жителей. Это более 90% от установленного показателя национального проекта «Жилье и городская среда». Всего в России расселили 1,8 млн квадратных метров аварийного жилья. 7 млн человек улучшили жилищные условия в этом году. Утром в центральном районе Тольятти загорелся продуктовый склад. Об этом сообщили в региональном ГОМЧС. Было установлено, что горит кровля. В 7.41 огонь локализовали на площади 1200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Самыми популярными категориями товаров во время распродажи в Черную пятницу стали бытовая техника и электроника. Вторая по популярности категория – одежда. На третьем месте – БАДы и спортивное питание. Также в дни скидок заметно вырос спрос россиян на ювелирные украшения, медицинские услуги, косметику и развлекательные мероприятия. Сегодня исполнилось 35 лет со дня первого и единственного автоматического полета советского многоразового космического корабля «Буран». К этому событию приурочили открытие выставки в Центральном доме авиации и космонавтики ДСАФ России в Москве. Экспозиция посвящена специалистам, создавшим «Буран». В проекте «Энергия Буран» участвовали 1286 предприятий Советского Союза, в том числе «Куйбышевский прогресс». Субтитры создавал DimaTorzok